Девушки отдыхают Замечательная организация Центр активного отдыха «Летучий корабль» Та самая штука, которая организовывает Активный отдых для всех желающих Это все в культпоходе Мы, конечно же, будем задавать вам вопросы Вы будете на них отвечать У нас будут призы У нас уже есть призы Мы уже определились Что будем выручать Это все после 12.05 В дневном развороте мы поговорим сегодня О мероприятии, в первую очередь Которое ждет нас уже завтра и послезавтра Это сказочные игры Тоже традиционное мероприятие для нашего города И для нашей области А сейчас нам подскажется Шутки шутками, слушай, а сколько лет уже прошло Валерия Бровцина, руководитель Центра развития туризма Кировской области Валерия, добрый день Приветствую, это в нашей студии Ответственное мероприятие Мы видим, что вы очень готовитесь И уже, конечно, такая усталость присутствует Ну, вот, надо еще продержаться Два дня ближайших Все равно надо сказать, что выглядит Валерия прекрасно Несмотря на усталость Замечательно, да Так, давайте, Валерия, для начала напомним о том Почему у нас в этом году Сказочные игры немножко сместились На более поздние сроки Они ведь раньше у нас на стыке весны Зачем часы пилеты всегда проходили? Дело в том, что здесь абсолютно объективно Ситуация такая Дело в том, что раньше они были 1-2 июня То есть в день защиты детей Но у нас тут выпадает крестный ход Не стали совмещать Следующие выходные Это у нас день города Не стали совмещать И, соответственно, вот в этом году Сказочные игры у нас будут проходить 17-18 июня Ну, наверное, к лучшему, что не стали совмещать Чем больше праздников, тем лучше Прикинь бы, 12-го кто бы их заметил Все, и так много площадок Да, тут здорово Итак, мы хотим знать об особенностях Все-таки проведения сказочных игр в этом году Я угадал, Виктория, 6-й будет раз, да? Валерия А, Валерия Да, сказочные игры будут проходить уже в 6-й раз И хотелось бы немножко заострить внимание На уникальности все-таки данного мероприятия Да-да-да, в чем особенности? Потому что по России, конечно же Очень много подобных праздников Но они, как правило, в отношении Какого-то одного героя Который рекламирует свою туристическую дестинацию То у нас совершенно все по-другому Мы приглашаем на площадку множество героев А в этом году их будет 33 сказочных героя И все жители совершенно бесплатно И гости, и жители города Кирова Могут пообщаться с этими сказочными героями в одном месте Валерия, а что такое дестинация? Туристическая дестинация, та локация Где у нас... Ну понятно, в данном случае это Кировская область, да? Ну вот смотрите, например, Кикимора У Юйки туристическая дестинация Заречный парк Мышкин Его туристическая дестинация Это город Мышкин под Ульяновском То есть это некая локация Где в данном случае Специалисты по туризму Сказочного героя Который за этой территорией закреплен Специалисты по туризму Используют этот термин Им понятно все Мы так говорим с людьми Которые не специалисты по туризму А любители Я больше не буду Да почему? Просто объясняйте иной раз Это же самим интересно Хорошо, продолжаем Мы вот такие особенные, уникальные Уникальные, значит Ну продолжим В этом году у нас посетят 33 сказочных героя Из 4 зарубежных стран И 7 регионов Российской Федерации Давайте перечислим, что это за страны Это Италия, Армения, Нидерланды и Германия Давайте назовем персонажей, которые приедут из этих стран Из Италии у нас будет Пиноккио Это наш Буратино, который Это наш Буратино, только на их манер Из Германии это Крысолов и доктор Айзенбарт Из Нидерланды Это Гамельнский Крысолов, наверное, который на дудочке играет Все верно Персонаж, тоже вполне такой международный герой уже Из Нидерландов это будет Мистер Лис И из Армении это будут Король и Принцесса Которая совершенно своя уникальная история Сейчас не буду рассказывать все секреты Иначе никто не придет Они были уже? Они приезжали к нам? Нет, нет Королевская чета впервые у нас, да? Да, все вот эти сказочные герои Мы специально, чтобы не повторялись Выбирали те, которые раньше еще у нас не были Чтобы каждый раз гости фестиваля узнавали что-то новое Почему именно эти персонажи? Процесс переговоров? Дело в том, что... Кто на кого выходил? Кто приглашал? Дело в том, что были заявки Было множество заявок, которые бы хотели посетить настоящий фестиваль Но мы смотрели, там было и фотографии И визитка записанная в видеоформате Смотрели, была создана некая рабочая группа Куда входило там пять человек И определили, что вот данные герои Во-первых, у них костюмы самые интересные Во-вторых, у них есть интерактивная программа Потому что просто фотографироваться тоже никому не интересно Должны играть с детьми Вся коммуникация была в интернете, да? Да Некий портал, где они визитки свои размещают? Нет, они просто присылали нам на электронную почту Да, это все зафиксировано У нас все это имеется И были выбраны данные герои Велика была комиссия, которая определила Пять человек, рабочая группа Пять человек Да, то есть она... Эти люди, ну вы в том числе и здесь Я в том числе А, кстати, вот в 12 часов придет Ольга Анатольевна Лобастова Она входила в эту комиссию Это представители администрации города Кирова И там Министерство культуры Единодушны были в выборе вот этих героев? Да, да, да То есть вот эти вот четыре персонажа Это лучшее, что вы выбрали, да? Вот из зарубежных гостей Да, да Из тех, кто заявились У них еще особенность в чем? Потому что это актеры театров детских То есть они именно профессиональные артисты Ориентированные на детскую аудиторию Детишкам с ними будет интересно Да, то есть это не просто какой-то человек Который переделался сказочного героя Здрасте, вот я приехал Человек, который есть опыт общения с детьми И который на самом деле сможет доставить им удовольствие, скажем так Так, а что касается регионов? Что касается регионов, значит нас посетят Сказочные герои из республики Удмуртия Татарстан, Коми, Мариэл, Ульяновская, Архангельская, Кировская области Ну соседи в основном Соседи в основном Ну они так, да Несопредельные Их тоже отбирали? Их тоже отбирали, да В своей комиссии А вообще вот сколько из регионов заявок было? Если это не секрет Заявок было, ну около 40-45 И 33 было вот отобрано Почему не всех, собственно, пригласили? Больше народу, больше праздника Или это все какими-то организаторскими моментами ограничивается? Дело в том, что, конечно, не то что организаторскими Дело в том, что и бюджет у нас был ограничен Потому что мы финансируем проживание, питание, трансфер данных героев Герои полностью сказочные за наш счет едут сюда А иностранные полностью за наш счет А российские герои, они только Только на дорогу тратятся, да? Да А питаются и живут они за наш счет На правах хозяев ничего не поделать Поэтому и выбор на страну был гораздо более суровый, так понял, да? Чем наших региональных гостей Ну да и ничего, зато вон сколько их Но надо понимать, они уже прибыли Они будут прибывать Сегодня весь день Сегодня весь день Да Кто их непосредственно встречает? Встречают непосредственно организаторы В том числе и сотрудники нашего центра Так, все начнется завтра Да, все начнется завтра И начнется все это в 10 часов Площадка будет в парке Аполло Так и будет называться Сказочная страна Аполло И она будет рассчитана на самых маленьких участников нашего фестиваля От 0 до плюс 6 То есть будет проведена такая акция, как сказочная зарядка Будет работать площадка мастерская сказки Где аниматоры очень интересными играми Будут развлекать наших детишек Также там будет организована такая точка Где люди, которые вдруг пришли без костюма Могут очень быстро сделать И принять участие в дальнейшем празднике А тогда же, получается, вход в костюмах обязательно? Приходить нужно в наряди? Нет, не обязательно, но это приветствуется А почему? Потому что у нас будет один из конкурсов Который будет проводиться в рамках фестиваля Будет конкурс на лучший костюм Ну это традиционно, собственно, да? Ну то есть, в принципе, если молодой человек От 0 до 6 лет придет без костюма То он все равно в праздники впишется Да, ничего страшного Конечно Или приползет Или принесут его Или принесут его, да Ну и в конце концов Если нам будет вариант сделать На ходу хотя бы что-то подобное костюма То, я думаю, там От 0 до 6 лет он с родителями придет Так, еще раз повторим Завтра в 10 Парк Аполло Начало Ровно в 10 начало Дальше параллельно в 10 часов В доме Витбергам Там, где находится Центр развития туризма Будет проходить открытый урок Азбука природолюбия Кстати, вот здесь Хотела остановиться Да У нас будет еще Одна собственная гостья По телефону Экологическая составляющая Да, мы сейчас поясняем Еще будет В рамках сказочных игр Год экологии Потому что год экологии И мы решили Как на тренде И в сказочных играх Небольшой блок Отдать и в годы экологии Тем более Сказочный герой Отправился экологичен Тот же Буратино Из экологически чистого материала Выстроган Так ведь? Да Итак, мы подошли К теме экологии Нам сейчас нужно Сделать небольшую паузу У нас по регламенту Она предусмотрена И, собственно Об экологических мероприятиях В рамках сказочных игр Нам после этой небольшой паузы Расскажет Алла Албегова Исполняющая обязанности Министра охраны Окружающей среды У нас есть договоренность На звонок И мы обязательно позвоним Через минутку Продолжается программа Дневной разворот Мы говорим о сказочных играх Шестых уже по счету Которые стартуют В нашем городе завтра В 10 часов утра Берите на заметку Родители, дети Бабушки, дедушки У нас в студии Валерия Бровцин Находится руководитель Центра развития туризма Кировской области Мы обещали Союзаться с Аллой Албеговой Исполняющей обязанности Министра охраны Окружающей среды Мы сейчас это делаем Надеемся, что Алла Викторовна Ответит на наш звонок Но все-таки Валерий, давайте продолжать Итак, да, напомним В 10 утра В доме Витберга Соответственно На Спасской 16 Нет, 41 А, 41, простите Мы что-то с тобой В пятницу В цифрах В именах Не уверены как-то Хорошо, давайте дальше По программе По программе Тогда Нашего фестиваля С 10 до 11.30 Будет тот самый Открытый урок Азбука правдолюбия Где с детьми Примерно возраст 5-6 класс Азбука природолюбия Да Азбука природолюбия Можно поподробнее Не рассказывать Потому что мы все-таки Надеемся связаться С нашим природоохранным министерством Дети в интерктивной форме Расскажут о том Как заботиться о природе А в 12 часов У нас сформируется У театра кукол Колонна Состоящая из участников Фестиваля В костюмах И будет такое Некое сказочное Шествие До Александровского сада Ну как бы По-моему Традиционное Вполне Шествие Это должно быть Нет? Не каждый раз Не каждый раз А вот эти вот приглашенные В том числе иностранные герои Они в 10 утра в Аполло Да будут уже все вместе? Нет Нет Или вот они в полдень Вот здесь вот объявятся впервые Да? К людям выйдут? Они Да Они будут участниками шествия И они к 12 часам Будет построение И мы все вместе То есть кто хочет посмотреть на крысолова К 12 часам К театру кукол Его там уже можно будет увидеть Нет, чтобы вместе с ним пройти А хотите на него посмотреть И поиграть Тогда уже в Александровский парк Нет, но если хотим с ним пройти То есть у меня ребенок в костюме Он может участвовать в этой колонне Да Все отлично, понятно Вот К 12.30 мы все Колонна будет подходить К Александровскому саду То есть полчаса есть На то, чтобы дойти Да Ну, видимо, не бегом побегут Не бегом Надо же показаться Чтобы все рассмотрели хорошо Кстати, да И колонна будет проходить Маршрут по Спасской улице По Казанской И по Большевиков До Александровского сада Так Так Сегодня все мы в улицах Уже путаемся То есть по Казанской И до Александровского сада Потому что улицы Большевиков Там уже нет Тогда по Динамовскому проект Немножечко Туда по Динамовскому Да То есть тут, видимо, нужно Обратить внимание автомобилистов На это, да? Дорога будет перекрыта На время шести колонны Да, да, да Где-то с 11 до Вот как только пройдет колонна Дорога будет открываться Ну, где-то примерно с 11 часов Конечно же, в целях безопасности Будет движение перекрыто Так, водители, возьмите на заметку Если вы завтра в своем районе Собираетесь В первой половине дня проехать Да И что ж, в 12.30 у нас будет торжественное открытие нашего фестиваля Где дадут старт работам интерактивных площадок А их будет 35 в этом году интерактивных площадок в Александровском саду А также начнется Ориентированных на детей Конечно, конечно, конечно Разного возраста Абсолютно И дальше, уже после торжественного открытия Будет концертная программа Которая будет называться «Сказочная страна» Это и выступления детских коллективов Это и выступления сказочных героев Со своими визитками, которые нас покорили Это и конкурсы всевозможные с призами И подведение каких-то конкурсов, которые были в интернете А что за конкурсы были в интернете? Конкурсы, которые были в интернете Это, например, необходимо было угадать Не подписано было, например, название «Сказочная героя», оно публиковалось Необходимо было отгадать и прислать правильный ответ А где это? Что за ресурс интернет? Визит Киров? Визит Киров, конечно Визит Киров, конечно Наш портал, официальный центр туризма Развитие туризма И с 12 до 16 часов в Александровском парке Будут работать эти 35 интерактивных площадок Абсолютно разных И там будут задействованы Сказочные герои, наши партнеры И направленность этих всех площадок будет Не только на какое-то развлекательное Но и на обучение То есть там будут выдаваться определенные значки Там подмастерье, например Если он какой-то мастер-класс прошел Помощник сказочного героя Сказочный скатболист Потому что мы очень благодарны Министерству спорта Кировской области Они устраивают 5 спортивных школ Будут показывать возможные мастер-классы То есть это активный отдых В рамках данного фестиваля Кстати, потому что будет В год экологии У нас будет засажена клумба Вот этих эколят-дошколят Эколят и дошколят Это вот эти сказочные герои Вот этого общего проекта Валерия, давайте как раз сделаем паузу на экологию Дозвонились мы до Аллы Викторовны Алла Викторовна Да-да Добрый день, вы в эфире Алла Албегова Исполняющая обязанности Министра охраны окружающей среды Как хорошо, что все-таки Мы связались с вами Мы говорим с Валерией Бровциной О сказочных играх Которые стартуют завтра в нашем городе И в честь года экологии Мы знаем там И такая зеленая составляющая присутствует В частности, мы говорили об уроке природолюбия Расскажите, пожалуйста, поподробнее Чтобы заинтересовать наших слушателей Которые неравнодушны все-таки К тому, чтобы бережно относиться К нашей природе Добрый день Ну, я хочу начать с того Что в этом году К нам обратились члены Совета Федерации А именно в Совете Федерации Создан Совет по сохранению природного наследия нации И вот сопредседатель этого совета Зотов Владимир Валентинович И член Совета Федерации Гигель Татьяна Анатольевна Обратились с предложением Провести сказочные игры На вятке С экологической тематикой При поддержке именно Совета Федерации Вот сегодня они приезжают Они завтра будут принимать участие И я бы так сказала Что это наш такой первый пробный шар Работы Значит, вот этой площадки В статусе Советом Федерации Но вы знаете, что Кировская область Еще с 16-го года Признана территорией эколят Молодых защитников природы Вот в рамках этого существует Три образовательных природоохранных проекта Для разной категории ребят Первый проект это Эколята дошколята Это в основном детский сад Возраст такой детско-садовский Второй образовательный проект Эколята это Младшие школьники Средние школьники И третий образовательный проект Уже для более взрослых ребят Называется Молодые защитники природы Вот в рамках этих проектов Эколят дошколят Действительно существует Четыре сказочных героя Елочка, Шалун, Умница и Тихоня Есть такие там Образы этих героев Которые на всех площадках Где реализуются Вот эти вот образовательные Природоохранные проекты Эколят дошколят существует И в этом году У нас будут такие сказочные герои Участвовать в шествии Ну и кроме того Правильно сказали Наши члены Совета Федерации Гости наши Согласились провести урок Природолюбия для ребят из интерната Урок будет проходить В интерактивном таком режиме Вопрос-ответ в том числе Да Кроме того Сегодня сказали Уже я услышала сейчас И хотела бы тоже подтвердить Что такая символичная В виде солнца Будет запущена Так Клумба цветочная Эколят молодых защитников природы Ну Мы понимаем Что солнышко это тепло Его очень любят дети Все живое Ну вот наверное Такую тематику мы решили взять Надеемся Что эта клумба В парке В Александровском Может быть будет традиционно Ежегодно засаживать Пока она К сожалению Была какая-то А можете подсказать Где она будет Вот конкретно Чтобы сейчас услышали нас люди От центрального входа Там где будут проводиться Все мероприятия Сказочных игр на Вятке Прямо здесь же У главной сцены Это клумба С правой стороны То есть недалеко от главной сцены Разберемся Да Ну и кроме того Простите про клумбу Еще хочу спросить Это что высадка цветов Непосредственно Да вот завтра будет Да совершенно верно Клумба уже подготовлена Нам помогали Кстати администрация города Нам помогал Вятский госуниверситет Ботанический сад Потому что Там Те Саженцы Которые мы Решили Высадить Именно на этой клумбе Их еще не так легко И просто было найти В таком количестве Которое нам требовалось Там цвет предполагается Солнечный Оранжевый Да Совершенно верно Именно будет там Оранжевый цвет Чтобы и солнце Это было Сияло на фоне Ну такого Белоголубого Так скажем Цвета Это Цветы Под названием Ценерарии Которые нам Ботсад дает Это Однолетники Или что это Это Однолетники Да 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 Это однолетники Ну мы надеемся Что все будет Очень симпатично Радовать глаз И жители Наши Там Кто Даже не попадет На сказочные игры Увидит эту клумбу И может быть Немножко Обогреется Теплом этой Тем более что С солнцем В этом году У нас солнца Немного Будем Радовать У клумбы Алла Викторовна Еще вот Анонсирован Некий Экологический Квест Что это Такое Что это За игра Такая Ну там Очень много Будет мероприятий Мне бы наверное Не хотелось Вам Рассказывать Подробно Подробно Да Я бы Я бы Так сказала Кто Проявляет Интерес Приходите Будет Очень интересно Спасибо большое Спасибо что вышли на связь Алла Албегова Исполняющая обязанности Министра охраны Окружающей среды Ну я думаю Подробно Рассказали Про клумбу По крайней мере Даже название цветов Которые я все равно Не запомнил В этом году Кстати большое внимание Высадке цветов Уделяется у нас В городе Администрация Очень благосклонно Относится к этому делу И собственно Инициирует эти все вещи Хорошо Валерия Продолжаем дальше Ну помимо вот этих Интерактивных площадок Это мы все говорим Еще о завтрашнем дне Вы сказали что 35 всего площадок будет И они все будут работать завтра Да Но я бы хотела Обратить внимание На следующее Что данный фестиваль Он еще носит Яркую социальную направленность И будет организована площадка Одна из этих площадок Это площадка На которую вы можете Все желающие Можете принести Какие-то вещи Игрушки Для детей Это благотворительная площадка Также там будет организована продажа Для детей Для Из интернатов Или в домах В семье В домах, ребенке И так далее Для детей Попавших в трудную жизненную ситуацию Если говорить правильно и точно Она будет открыта Она будет Прямо вот в 12.30 Когда официальное Открытие пройдет Она будет постоянно работать Во время всего фестиваля То есть и в субботу и в воскресенье Нет Только в субботу Только в субботу В детских домах Интернатах И конечно же Все денежки Все ваши подарки Они будут целевым образом Переданы Вот эти заведения И плавненько Кто этим конкретно Какой-то фонд Благотворительно занимается Или кто Кого вы привлекли К организации В том числе И фонд Благотворительный фонд Который занимается Данным направлением Мы уже сотрудничаем Просто не первый год И вот подходим Плавно Наверное В 16.30 Кстати Будет закрытие фестиваля Завтра же Завтра же Так погодите Первой части Закрытие фестиваля То есть Какой-то части Да Первой части Вот игровой А второй день Только разогнали И они закрываются А второй день Он уже Он будет называться Подогидой В Севгусе Валерия Еще уточняю еще вопрос В 16.30 будет закрытие И вот все это Благолепие Из Александровского сада Уйдет Да То есть после 16.30 Там уже Будет обычный Субботний вечер Да Мы ждем вас В 12.30 В 16.30 В Александровском саду Ну и призываю всех Все-таки Принять участие в шествии Так Про второй день Мы уже после рекламы Поговорим Я забыл уточнить Все-таки Кто будет на открытии Присутствовать Будут ли официальные лица Конечно Будут официальные лица Кто приглашен На сегодняшний момент Список он уточняется Мы вот сами Руководитель региона Тоже приглашен Конечно Он будет в костюме Мы постараемся Об этом позаваться Посмотрим завтра На настроение Руководителя региона Хорошо Валерия Бровцына у нас в студии Руководитель Центра развития Туризма Кировской области Напоминаю Мы говорим о сказочных играх Которые стартуют завтра Мы продолжим через минуту Дневной разворот продолжается У нас такая пятничная Легкая тема Мы говорим о сказочных играх Которые пройдутся в нашем городе 17 и 18 июня О программе Собственно этого мероприятия Нам рассказывает Валерия Бровцына Руководитель Центра развития Туризма Кировской области Еще раз напомним Завтра Всех От мала до велика Приглашаем в Аполло Это в 10 часов В основном для малышей В 10 часов Да, для малышей В 12.30 Будет формироваться Сказочная колонна У Театра Кукол Перекресток Володарского И Спасской Потом все это Двинется вниз По Спасской Потом свернет На нашу любимую Казанскую улицу Потом По Тинамовскому проезду И в Александровский сад И в 12.30 Официальное открытие Сказочных игр Мы запомнили Хорошо Надеюсь вы тоже запомнили Так В 16.30 Будет завершаться Первый день Да И второй день В воскресенье соответственно Да Второй день Он уже тоже Он имеет название Все сказки Будут в гости к нам Это название Это название Все сказки Будут в гости к нам И Он охренет тем Что уже сказочные герои Выбраны на сегодняшний момент 6 социальных учреждений Города Кирова Куда Сказочные герои Поют Своими программами То есть Те дети Которые не смогли Ну По объективным причинам Состояние здоровья Нет родителей И так далее Посетить наш фестиваль Фестиваль едет к ним Дарят всевозможные подарки Опять же Игры Конкурсы всевозможные То есть вот Второй день Дома-интернаты Да-да-да Если есть необходимость Я даже могу перечислить Ну для примера хотя бы Например Кировская областная клиническая больница Не гематология Кировский дом ребенка Талицкий детский Туберкулезный санаторий Детский дом надежда То есть И в каждое из этих учреждений Едет какой-то конкретный Или какая-то группа Конкретных сказочных героев Они поделены на две группы И то есть И сказочные герои И вот эти заведения И соответственно Одна группа поедет Посетит три И вторая тоже Три заведения Честно говоря Вот даже вот По опыту И по рассказам Это очень Морально тяжело Потому что Эти детки Они как-то может быть Более открыты Или как-то более Верят в это Во все И второй день Он как правило Очень слезливый Ребята предупреждены О том что К ним выходные Они просто очень ждут Они готовятся Они рисуют рисунки Это для них Понимаете Событие года Поэтому вот Такие фестивали Такие дни В этом плане понятно Почему тщательно Выбирали гостей Потому что Вот такого рода визит Там неподготовленный Человеку делать нечего Я хочу вспомнить В прошлый год Когда тоже организовывали Сказочные игры И было большое мероприятие Наша радиостанция Тоже участвовала Я помню Как активно на мороженое Накинулись В прошлом году Хочу спросить Что можно будет Выиграть в этом году Вот такой чисто Практический вопрос В конкурсах Что будет разыгрываться В этом году Также одним из наших Партнеров Будет являться Хладокомбинат То есть мороженое будет У него будет Отдельная площадка Я даже могу сказать А бригада Врачей Уха горло носов Заказана Для тех Кто переборщил Конечно Кто же когда останавливался Департамент здравоохранения Своя площадка Можно здесь Мороженое поесть А рядышком Полищиться Конечно Все продумано было Соответственно Там Целая площадка Будет называться Ледниковый период Где пингвин Гоша Будет Свой интерактив Какой-то Предлагательный Я думаю Как раз на площадке Рядом с доктором Айболитом Возможно Что еще Можно будет получить Вообще Идея данного В этом году Фестиваля Она Это стороны света То есть Весь Александровский парк Он будет поделен На Естественно Север Юг Запад Восток И например Там северные Какие-то герои Такие как Матушка Зима Девица Метелица Они будут на севере Девица Метелица Это наша Земля Земля Она была у нас тут Совершенно очаровательная Барышня Ну и соответственно Все сказочные герои Все площадки Они будут То есть там будут Западные герои Да Соответственно Будут установлены Все навигационные Таблички Будет Раздаваться Карты Памятки Вам посыпали еще Нет Не додумались Так бы хорошо Еще бы ориентировались Где тут Александр Александр Он конечно Большой Но не настолько Большой Для тебя Он не настолько Большой Для такого Он очень большой Целый год Если он держится За руку мамы Или папы То я думаю Совпорит Хорошо Вот только что Придумали дополнительное Задание Нашим волонтерам Будут ориентировать По сторонам света И заодно научат Детишек Хорошо Как понять Так Так в общем Мы в целом Все рассказывали Мы ждем Мы очень ждем Приглашаем всех Желающих Посетить данный фестиваль Потому что Но это в основном В субботу То есть посетить что-то Да В субботу Можно Итак Еще раз повторим Сказочные игры Завтра уже начинаются В нашем городе И первое мероприятие В 10 утра В парке Аполло Ну а в 12.30 Будет собираться Сказочная колонна У театра кукол Которая дальше Двинется к Александровскому саду И до 16.30 В саду Собственно Будет проходить праздник Будут работать 35 площадок 8 минуток у нас остается Валерия Мы предупреждали Что мы хотим Еще и поговорить О тех мероприятиях Традиционных Для нашей области Или может быть новых Которые вообще В течение лета Будут проходить Но мы же знаем Эти знаменитые наши Стабенский огурец Вятский лапоть Кто там Вьеранский глинышек У нас есть Но все-таки Продолжается туристический сезон Давайте поговорим О тех мероприятиях Что есть кайские По-баски Сориентируемся сами Сориентируем наших слушателей Где же можно будет Куда съездить Поучаствовать Что там из ближайших у нас После сказочных игр Из ближайших На самом деле Их множество Особенно в районах нашей Кировской области И самое ближайшее 24 июня Аж в двух местах Будут проходить Некие фестивали Это областной фестиваль Орловская ладья Орловская ладья Да В городе Орлове В рамках которого Собираются шахматисты Профессионалы Любители Я думал они плавать будут Нет-нет-нет Там же шахматы делают Также ярмарка народных Художественных промыслов Выступления Детские Там есть тоже Свое шествие Между прочим Да А также В костюме пешки В костюме ферзя Ой Здорово А также В Вятских полянах Будет уже традиционный Межрегиональный Татарский праздник Сабантуй Это все будет 24 июня Что же на следующей неделе Да Но хотел бы Обратить внимание Второй раз Будет проходить В поселке Ленинская Цикра Это под Котельническим районом Областной праздник Не под Котельническим районом Это под Котельническим районом Под Котельническим районом Праздникам Где люди Которые Естественно Туда приглашают Всех Иванов Ивановых Иванычей Всех 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 И будут угощать И гастрономия Русская И игры Забавы Всевозможные Там в полях С венками С всеми Колбаса Еще осталась Выскорь Что-то я не в курсе Говорят осталось Говорят осталось Колхоз-то работает Вот Первого июля Хорошо Восьмого июля Также два праздника Подождите Мы забыли про День молодежи Который будет праздноваться В конце июня Вы как-то Имеете отношение Центр развития туризма Не имеют? Нет Это городской праздник Но информационно Конечно мы это поддерживаем И по возможности Примем участие В данном празднике Чтобы для жителей Нашего города Донести информацию О всех остальных праздниках Посредством Туристской информационации Днем молодежи Едином Хорошо Идем дальше Восьмого июля Аж два праздника У нас Белых и Луниц Фестиваль железа второй И в Амутнинском районе В селе Залазенко Межрайонный фестиваль Масаловский разгуляй Тоже очень интересно А восьмое июля говорите? Да-да-да В честь Петра и Февронии Ничего не будет организовано? Потому что восьмое июля У нас день любви, семьи и верности Это надо организаторов спросить Что там Амутнинский Может и разгуляй Это как раз к этому И приурочен Иван Купал Иван Купал Иван на первое перенесли Восьмого и девятого июля Кстати, у нас уже тоже традиционно Становится фестиваль Взлетная полоса Мы все знаем В Кучанах В Кучанах Да, что у нас в том году Была построена Самая большая в России Площадка для Монтериала Под открытым небом И в этом году Даже сейчас согласовываются Эти вопросы Может даже приедут спортсмены Из Европы То есть это будет шоу Это летающие мотоциклисты Прыгающие, летающие Кувыркающиеся в воздухе Вместе с транспортом Да, традиционно будет там Фестиваль крафтового пива В прошлом году Кстати, было 17 участников Всевозможные забавы Опять же, им на мотоциклах дадут И сфотографироваться И покататься То есть И вот хедлайнер Пока, к сожалению, в секрете Вот знаю Следите за новостями Хедлайнер имеем в виду Собственно, музыкант Или коллектив Который, собственно, будет выступать Там на большой сцене Ну, рокеры Как основной, да Потому что Ответающая атмосфера И музыка, конечно Еще раз Какого числа будет? Это будет 8-9 июня Взлетная полоса Ну, он Не так давно ведь стартовал Этот праздник Но он Как-то сразу так Массовым стал Очень Интересуются Жители нашего города Он просто необычный 15-16 Опять же Традиционно наш праздник Вятский Лапоть В Кельмезе Это праздник Где собираются Все мастера Народных художественных промыслов Он демонстрирует Свои изделия Мастер-классы Опять же Спортивные состязания Лето Речка Тоже нет Ничего прекраснее Мне кажется 21-23 Гренландия В Башарово Тоже не забываем Что на берегу реки Быстрец Звучат песни Под гитару В Малмыже 22 июля Областной праздник Ярмарка Казанская В Истабенске 29 июля Истабенский огурец Так Зафиксируем Огурец В этом году 29 июля У кого ведь что В него огурец Зафиксируем У меня просто до сих пор Перед глазами Эта картина Я же в Истабенске Впервые побывал Пару-тройку лет назад И когда я увидел Вот эту грядку Огуречную Которую чуть ли не за горизонт уходит Это конечно впечатляет В Уржуме Опять же в конце июля В августе Пока дата вот уточняется Но вся информация У нас есть на сайте Будет Всероссийский Воснецовский плейнер И керамический симпозиум 5-6 августа Переходим на август Тоже хотелось бы Сакцентировать внимание Будет фестиваль шляп Второй между Региональный фестиваль шляп В Вятских полянах Они успеют вернуться Из своего закавказского Они уже вернулись Они уже вернулись Аливерт Хлюпин уже писал Что все уже Живые Значит фестиваль состоится Фестиваль состоится А вы их не пробовали приглашать сюда В областной центр Как-то Так музей-то там Зачем приглашать Дело в том Взять кое-что с собой Все приехать сюда Нет ну смотрите Тут даже стратегически Южная ворота Кировской области Вятские поляна Два часа от международного аэропорта В Казани По хорошей дороге И вы там Зачем Тянуть все в Киров Надо работать и на местах Обидели жителей города До международного аэропорта Два часа Да Нет ну я просто Конкурентные преимущества С точки зрения Туризма вам назвала Они имеются И соответственно И местная территория развивается У нас все город Вятские поляны Моногород Поэтому почему нет Почему не Зачем все акцентировать Только на Столице Так 5-6 августа Значит Всех ждут Приглашаю на данный фестиваль Будет очень интересно Будет соревнование Мастеров шляп Притом там будут Изготовление шляп Да 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 Притом там даже По-моему Представители Франции будут То есть Очень интересно Сейчас тоже программа В разработке Вот Он уже такой статус Будет нести Очень масштабно Ждут до 10 тысяч Человек Пока прогнозируют Судя по прошлому году Правда очень интересно Крайне Обязательно Соответственно Весь август В августе В каждые выходные Также есть по мероприятию Кумене Спасская ярмара Кокирово-Чепецк Медовый спас Налинск Конкурс актерской песни Шар голубой Рябово Воснецовские перезвоны Уржум Каравай ржаной Уржумский То есть Можно перечислять Вечно В Суне 17 сентября Летом скучать Не придется Каждые выходные Где-нибудь В Кировской области Есть мероприятие Но где эту информацию Взять На нашем сайте У нас размещен Календарь событий Также вы можете Позвонить Сотрудники Туристко-информационного центра Вам все расскажут Какие даты Отдадут Какую-то Писательную справку Вы пользуетесь Пожалуйста Этим ресурсом Центр развития Туризма Кировской области В общем-то На сайте Этого учреждения Можно найти Всю подробную программу Праздников на ближайшее лето Ну довольно активно Активно Центр развития Туризма Кировской области На этом программа Дневной разворот Завершается Добро пожаловать В Культпоход Мы с Николаем Скажем вам Ровно через 20 минут Через 20 минут